Самое, наверное, важное – это умение показать товар лицом, то есть реклама, и умение быстро ориентироваться под интересы рынка. Всегда есть кто-то, кому нужен специфический товар, и очень часто специфического товара нет на рынке. Например, та область, которую может занять мелкий поставщик продукции, и в этом случае он имеет преимущество перед любой крупной фирмой, поскольку она рассчитана на производство многопоточной продукции. Показать товар лицом и правила его отрекламировать – это не одно и то же понятие. Показать товар лицом – значит показать лучшую сторону товара, а донести потребителям – это значит возможность у человека найти ее в той системе, в которой люди ищут товар. Про твой товар практически никто не знает. Кроме всего прочего, ты не отдаешь себе отчет, что какая сторона у тебя сильная, какая слабая, как можно изменить, и ты не ищешь возможность что-то менять. Есть еще что-то, что можно назвать как изучение рынка и умение управлять рынком. Если у тебя есть какая-то интересная идея, и ты можешь выпустить какую-то оригинальную продукцию и предложить на рынке, ты фактически выступаешь как представитель, управляющий рынком. То есть предлагаешь тот товар и создаешь ситуацию, когда люди начинают ориентироваться на что-то новое. Это сильная сторона всех мелких производств, поскольку им легче выпустить что-то новое и тратить на это серьезные ресурсы. У крупных компаний и корпораций есть возможность доработать до более высокого качества и очень быстрой по точности, но и затраты на выпуск новой продукции, как правило, очень высоки, и это делается достаточно редко. Он хочет сказать, что в понятиях хорошая реклама товара они банальны, и про это знают все. Но дело в том, что если нет доступа к информации и потенциальные покупатели не могут тебя найти, если они не могут найти в системе товар, который по каким-то характеристикам лучше, чем у остальных, доступнее, чем у остальных, то говорить о том, что ты что-то сможешь развить в своей системе практически бессмысленно. Любой хороший купец скажет тебе, что если твой товар не могут увидеть, не могут найти, тогда когда он нужен, то надеяться на эффективность практически бесполезно. Второе, нужно понимать, что то, что ты выпускаешь, всегда имеет на рынке конкуренцию, и поэтому товар нужно подать так, чтобы он выглядел интереснее, чем у остальных. И нужно очень сильно, ярко показать сильную сторону. Но это не значит, что нужно кого-то обманывать, но именно сильную сторону нужно показать и показать так, чтобы это привлекло внимание. Во-вторых, надо быть готовым к изменению ассортимента, изменению качества, изменению профиля, и возможность перестроиться под некоторые интересы и под некоторые запросы потенциального клиента. Это не очень сложные вещи, но им нужно постоянно отдавать отчет и иметь технологию, возможность, собранность и все остальные ресурсы, чтобы сделать это быстро. Но тебе должно быть какое-то количество товара, которые, например, ты можешь непосредственно показать потенциальному покупателю в конкретно взятый момент, поскольку любой, например, видеоматериал может быть недостаточный. То есть человек, который захочет у тебя завершить покупку, должен приехать и посмотреть на что-то конкретное, что ему могло бы понравиться. То есть какая-то очень красивая витрина, очень наглядная и говорящая само за себя, почему этот человек это может купить у тебя. В каком-то смысле, в какой-то степени иногда хватает интернет-рекламы. Но многие из тех, кто покупает ту или иную продукцию, могут менять свои решения, исходя из того, что он увидел, пощупал, что было более конкретным. Это тоже нужно учитывать. В целом, твой бизнес сильно не отличается от бизнеса всех остальных, кто работает в данной области, в твоих пределах. Хотя в той стране, в которой ты живешь, мелкого бизнеса в данных направлении в Финляндии очень немного. Субтитры создавал DimaTorzok